Общеизвестно, что многие российские СМИ таковыми в принципе и не являются, потому что армянский спрут дал метастазы по всему российскому информационному пространству. Речь идет о частичной утрате России информационного суверенитета. Сейчас эта опасная тенденция с подачи армянского лобби перекидывается в Украину. Еще пару лет, и в Украине появятся свои Симоньяны, Габреляновы, Кургинины, Бабаяны, Багдасаровы, Мерзаяны и прочие. Точнее уже появились, и не без участия той же Симоньян. Откройте для примера сайт агентства Украина.ру, это ресурс РИА Новости в Украине. На этом ресурсе работали профессионалы еще до прихода Симоньян, которые смогли вывести данное агентство на качественный уровень, нарастить аудиторию. А теперь вот эта аудитория должна научиться мыслить по-армянски. Усилиями Симоньян, которая как известно возглавляет РИА Новости, украинская редакция РИА тоже арменизируется. На сайте Украина.ру от армянских фамилий начинает рябить в глазах. Симоньян существенно укомплектовала штат Украина.ру армянскими кадрами. Армянские пропагандисты теперь взялись за умы украинцев, которые должны научиться мыслить по-армянски так же, как это уже произошло с россиянами. Например, на украинский информационный рынок, по совместительству с российским, переехал клоун Деворг Мерзаян. В частности, в своей последней статье на этом сайте «Зачем Путин стал плохим полицейским в украинском вопросе». Умник Мерзаян начинает с сакраментальной фразы «Слушайте меня, бандерлоги! Как вам, украинцы, выглядеть бандерлогами в глазах Симони на все их троллей?» В числе постоянных авторов этого издания часто публикуются и Константин Кеваркин. А уж как часто это издание цитирует симоньяновского друга и соратника Романа Бабаяна. Бабаян сейчас едва не самый цитируемый на этом сайте. Симоньян пристроила сюда еще одного своего протеже, Петра Акопова. Ранее по ее же рекомендации Акопов был успешно трудоустроен в деловую газету «Взгляд.ру». В этой же компании Армен Гаспарян, Александр Искандарян и другие. То есть, украинцы должны принять за основу и привыкнуть к армянским авторам так же как и россияне. Армяне всегда идут по традиционной схеме, СМИ, силовой блок у них в особом приоритете. Достаточно напомнить, что МВД Украины возглавляет бандитствующий министр-олигарх, ярый армянский националист Арсен Аваков. По его же каналам финансируются некоторые украинские СМИ. Армянское лобби России распространяет влияние в Украине, чтобы еще больше укрепить свои позиции в России. Не случайно ведь Симоньян с Бабаяном катались в Донбасс, где эта лицемерная журналистка театрально призывала Донбасс вернуться к матушке России. Дело в том, что армянское лобби сейчас вступило в отчаянную войну за свои интересы в России. Недавняя пауза после карабахских событий вновь сменилась повсеместными информационными провокациями со стороны армянских кругов в СМИ. Армянским пропагандистам недавно удалось запустить несколько провокаций, в результате которых проявилось напряжение в адрес россиян со стороны обществ ряда бывших постсоветских республик в Грузии, Украине, Азербайджане. Габрелянов к 2014 году уже помог спровоцировать Майдан в Украине, создав провокационную газету «Жизнь», которая подогревала раздражение в адрес России. А вот с какой целью Симоньян насаждает своих армян в украинское информационное пространство, скоро поймем, узнав о новых информационных провокациях.